Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Яндекс по решению правительства России станет поисковиком по умолчанию во всех гаджетах. В декабре 2019 года депутатами Государственной Думы был принят федеральный закон, предусматривающий необходимость производителей смартфонов, ноутбуков и телевизоров с функцией Smart TV, официально продающихся на территории Российской Федерации, предустанавливать на всех гаджетах отечественные приложения. Действующая редакция закона, в частности, предусматривает необходимость предустановки во всех гаджетах трех обязательных приложений, а именно приложений Яндекс Браузер, Мой Офис, а также Антивирус Касперский. С начала следующего года Яндекс официально будет являться основным браузером на всех устройствах. Выход в интернет пользователями будет возможен с российского интернет-поисковика. Производители смартфонов, компьютеров и телевизоров будут обязаны полностью загрузить российский софт на жесткий диск гаджета и установить его актуальную версию. Данное требование касается всех производителей и Android-устройств и гаджетов на платформе компании Apple, включая iPhone и iPad. Отмечу, что в настоящее время в подавляющем большинстве новых мобильных устройств в качестве поисковика по умолчанию используется американский браузер от компании Google. Американский производитель мобильной техники Apple неоднократно ранее обращался в Минкомсвязь России с предложением оставить на своих устройствах в качестве поисковика по умолчанию сервиса Google, предоставив самим пользователям возможность в будущем установить российский софт, включая Яндекс.Браузер. Российское ведомство временно пошло на этот шаг и компания Apple с 1 апреля текущего года при регистрации новых гаджетов предлагает пользователям выбрать поисковую систему для установки. Однако уже с нового года во всех гаджетах, включая устройства от компании Apple, изначально будет установлен российский софт. Пресс-служба компании Яндекс сообщила, что принятое государством решение не запрещает российским пользователям пользоваться иностранными браузерами. Каждый пользователь вправе самостоятельно установить на свой гаджет понравившееся ему приложение. При этом российский софт, предустановленный по умолчанию, может быть удален самим пользователям с устройства. В завершение отмечу, что с нового года во всех смартфонах, ноутбуках и телевизорах должны быть установлены следующие российские приложения Яндекс.Браузер, Яндекс.Карты, Яндекс.Диск, почта Мэйл, голосовой ассистент Маруся, новости Мэйл.ру, социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, Госуслуги и Мирпэй. За отсутствие на устройствах российских приложений производители могут быть привлечены к штрафу в размере до 200 тысяч рублей.